Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Я давно задумывала и первую часть видео, точнее первое видео подобного плана я уже выпускала летом. И хочу выпустить снова видео о том, как можно заработать самой обычной домохозяйке, которая не работает, которая сидит с детьми, но дети подрастают. Как можно зарабатывать на каких-то делах, которые нам очень часто просто-напросто нравится делать. И сегодня я расскажу вам, почему же я так много работаю. Я никак не запишу видео про выход из гречневого марафона, потому что, признаюсь, я приболела. И сегодня второй день, как я, в общем-то, выздоравливаю. Сегодня я сварила себе вот такой овощной бульон, запишу видео снова про свое питание. Хотя считаю, что это такая неблагодарная тема на моем канале, потому что, ну и не профессионал я, и особо в питании, честно вам скажу, не разбираюсь. Очень много критики я получаю по поводу своего питания. Но расскажу, кстати, как я по поводу, как эта критика на меня повлияла. Я, наверное, недели две ела мясо. И что из этого получилось, обязательно вам расскажу. Но сегодня, да, речь пойдет о том, почему же я так много работаю. И последней каплей для того, чтобы это видео я записала, стал вот этот комментарий, где зрительница, по всей видимости, до сих пор уверена, что мой муж итальянец взял меня в какое-то рабство. А кто-то однажды, кстати, написал, что я сейчас для своего мужа как курица, которая несет золотые яйца. Поэтому я так много-много-много записываю видео и так много работаю. По поводу работы сразу хочу сказать, что я работаю не больше, а, возможно, и меньше, чем среднестатистическая женщина моего возраста, занятая в офисе. Мой рабочий день примерно составляет 4 часа, и вряд ли больше. Хотя такое может случаться, но самое главное то, что я могу это время распределять. То есть я могу работать не все 4 часа подряд, что, конечно же, облегчает мне мою работу, а могу поработать полчаса, полчаса, два часа и так далее. Более того, я могу работать, когда другие не могут работать, потому что профессии их этого не позволяют. Кстати, я показывала, что я иногда монтирую, и таким образом я выпускаю свой контент, который для меня сейчас является работой. Например, в машине, когда я еду, знаю, что час езды, но я могу помонтировать. Либо я в парикмахерскую пошла, взяла с собой. Очень часто я монтирую в автобусе, если я с собой езжу. Кстати, я ни разу не показывала, но я беру с собой свою большую, знаменитую сумочку Биркин. Тоже скоро будет интересное видео, почему Levi's это хуже, чем Gucci, по мотивам, конечно же, комментария определенного мне, который был оставлен. Так вот, очень часто я беру эту сумку с собой с единственной целью. Там у меня лежит ноутбук, и я пользуюсь ноутбуком, когда я еду в автобусе. Это примерно 40 минут времени, и это примерно 40 минут монтажа, за которые я могу, в общем-то, выпустить, точнее, закончить одно видео. Поэтому могу сразу сказать, что я работаю примерно так же, как все, но, возможно, я работаю чуть больше, чем другие блогеры. Зачем я это делаю? Я представляю для себя YouTube, и я думаю, что очень многие, кто начал выкладывать свои видео на YouTube, я знаю, что у меня много, именно много начинающих блогеров, я думаю, что со мной согласятся. Я представляю себе YouTube как огромное колесо. Это колесо очень и очень тяжелое. Оно, наверное, тоннами железа наполнено. Чтобы это колесо просто сдвинуть с места, необходимо приложить титанические усилия. Необходимо, возможно, кого-то на помощь позвать, например, родственников, друзей, которые будут первые твои видео смотреть. Потом они от тебя отпишутся, ты им будешь неинтересна. Но первое видео всем рекомендую распространить среди своих друзей, потому что именно они помогут вам подтолкнуть вот этот огромный маховик YouTube. И это колесо на самом деле такое тяжелое, но благодаря этому оно потом начинает двигаться уже по инерции. Вы ему придали ускорение, а потом именно вес этого колеса начинает его раскручивать все быстрее, все быстрее и быстрее. Если бы это колесо было легкое, и его изначально можно было бы толкнуть одним движением, то это колесо так бы не крутилось и так бы не раскручивалось само, если бы не его тяжесть. Вот таким образом я представляю то, что я делаю, то, как я развиваю свой канал. Что это значит? Это значит, что в определенный момент я совершенно точно поняла, что если я хочу побыстрее, а я могу вам сказать, что я очень многих блогеров вам скакала. Тех блогеров, которых я начинала смотреть, когда я еще даже не замышляла о своем канале, это прежде всего какой-то модный контент. Это, например, канал Katrit from Berlin. Я смотрела этого блогера еще, да, очень-очень давно еще не думала о своем канале. Я искренне желаю ей серебряную кнопку получить в ближайшем будущем. Это, например, канал Block on Hills. Девушка живет, если я не ошибаюсь, в Греции. Очень толковый, модный контент. Очень-очень канал мне нравился. Но тоже там вот какое-то такое медленное развитие. Но, опять же, возможно, и это не основная деятельность, которая автор канала осуществляет, именно блогерство. Как основная работа? Не без радости для себя могу сказать, что мне удалось обогнать эти каналы в быстроте и в скорости развития. Но я совершенно точно могу сказать, что для этого мне пришлось приложить определенные усилия. Какие усилия? Я стала выпускать просто-напросто часто контент. Но это было связано также с тем, что в марте прошлого года я загадала себе определенный заработок и показала, что для, в общем-то, размеров моего канала, тогда не было и 10 тысяч на моем канале. Это очень и очень смелый запрос во Вселенную. Но я очень хотела эти деньги начать зарабатывать. И, соответственно, единственный способ, чтобы этой цели достичь, это было больше работать, было предлагать больше контента, разнообразного контента. Я думаю, что все понимают, если бы я постоянно предлагала однообразный контент, то, в общем-то, и охват моей аудитории был бы гораздо меньше. Но я стараюсь, это моя концепция развития канала, именно поэтому я выпускаю 4 разноплановых видео в день. Хотя не всегда у меня это получается, но если даже 2 выпускаю, то это никогда не видео на одну и ту же тематику. Поэтому, в общем-то, это концепция канала. Но, внимание, дорогие зрители, дорогие блогеры, когда ты выбираешь эту концепцию развития, ты никогда не знаешь, к чему она приведет. Ты можешь месяц и два выкладывать по 4 видео в день, как делала я, но ты никогда не будешь уверен в том, что это тебя приведет к чему-то, к твоему заработку, либо к количеству подписчиков, которого ты хочешь достичь. Поэтому, в общем-то, это работа в никуда. Это то, что ты делаешь. Но когда ты понимаешь, что плоды твоих усилий, точнее, да, плоды твоих усилий начинают появляться, ты понимаешь, что ты не можешь остановиться. Зная о том, как тяжело растолкнуть это колесо, точнее, раскачать это колесо. И фактически ты встаешь перед выбором сохранить этот темп и с интересом понаблюдать, а что же будет. Тем более, этот темп уже взят, ты его освоила. Я могу совершенно точно сказать, что мне очень-очень комфортно в том темпе, в котором я сейчас работаю. Соответственно, у меня нет никакого смысла останавливаться, также еще и потому, что мне любопытно, к чему меня это приведет. Хочу ли я миллион подписчиков? Конечно, любой блогер хочет миллион подписчиков, потому что миллион подписчиков, это, конечно же, признак того, что миллион людей считает то, о чем ты говоришь, о чем ты рассказываешь, что ты показываешь, ну уж как минимум интересным, а возможно и интересным, и полезным. Поэтому, когда ты смотришь на все это со стороны, ты понимаешь, что ты, в общем-то, ну не можешь позволить себе остановиться. А мое любопытство, если честно, привело меня, а мое любопытство, если честно, не дает мне покоя, мне интересно посмотреть, а что будет, если я еще больше ускорюсь, если я еще больше буду производить контента, сможет ли канал расти большими темпами. Помимо спортивного интереса, конечно же, конечно же, идея того, что ты можешь зарабатывать сама, меня просто очаровывает. Признаюсь, я являюсь человеком, который за классическую семью, за классическую модель семьи, когда она с детьми, хранительница очага, а он добытчик. Но, несмотря на то, что у меня даже видео на канале есть, я до сих пор не поменяла свои точки зрения, я считаю, что материнский труд – это самый сложный труд, в особенности, если женщина действительно, действительно встает на эту стезю и понимает, что это ее призвание – воспитывать нового человека, а часто и ни одного нового человека, пришедшего в этот мир. Но я могу сказать, что я почувствовала на себе другое отношение своего мужа, более заинтересованное, более уважительное. Опять же, я не хочу, чтобы здесь были какие-то прочтения под тем, что я сказала, чтобы муж как-то неуважительно ко мне относился. И, ну, опять же, это примерно так, как мне иногда пишут в комментариях. Нет, мой муж всегда был для меня, прежде всего, образцом того, какого бы мужа я сама себе хотела. Но то, что его отношение ко мне, то, что я свое отражение в его глазах стала видеть иначе, когда я стала зарабатывать определенное количество денег, это совершенно точно я вам могу сказать. Но, правда, здесь ради справедливости могу отметить, что когда я начала бегать, например, и делать это постоянно, и я на пробежках могу быть очень-очень выносливой, это тоже заставило моего мужа следить на меня иначе. Я не могу сказать, что он стал меня больше уважать, но вот какое-то такое интересное изменение, оно произошло. Поэтому могу сказать, что деньги, когда ты начинаешь зарабатывать, они, конечно же, тебе являются эквивалентом того, что ты можешь, то, что ты способна. Не всегда, скажем так, самоутверждаться за счет своего заработка стоит в этой жизни, кому-то, возможно, и не надо. Но то, что это возможно сделать, я могу вам сказать совершенно точно, как домохозяйка, которая когда-то оставила свою карьеру и всякие надежды на карьеру. Я в одном из своих видео рассказывала, и это тоже очень удивило моего мужа, когда он узнал, что я, например, хотела все равно пойти работать и попробовать себя в росте на карьерной лестнице. Я, например, хотела начать быть продавщицей в каком-нибудь бутике и дорасти либо до байера, либо до директора этого магазина. Но, опять же, посмотрев, что мне будет больше интересно. Мне кажется, мне бы было больше интересно быть байером, возможно, у нескольких магазинов. И я думаю, что вы можете себе представить, что магазин менее знаменитый и менее интересный, чем, допустим, Шанель, либо какой-нибудь интересный ювелирный бренд, я бы не пошла устраиваться. Потому что если уж, скажем так, выбирать себе карьерную лестницу, то пусть она будет максимально крутой, максимально тяжелой, но зато, если ты сможешь продвинуться, то в мое представление и это чувство удовлетворения, оно будет гораздо выше. Поэтому могу сказать, что заработок мною, конечно же, движет. Потому что я являюсь человеком, который вообще никогда не думал, что сможет начать зарабатывать, что сможет начать зарабатывать серьезно. Но опять же, когда ты имеешь свои деньги, ты можешь сказать, я хочу вот это, я хочу вот то. И это мы можем себе купить. Например, я задумала купить диван перед камином. И, соответственно, поскольку платить буду за этот диван я, выбирать буду его я, карбланш полный мой. То есть я могу выбрать и цвет, и фактуру, и отделку, и размер и так далее. Могу сказать, что это очень-очень приятно. Не знаю, возможно, мой муж, так же, как и в случае с ремонтом, сказал бы, Яна, выбирай, что хочешь. Но, по крайней мере, сейчас, когда ты можешь сказать, я куплю себе диван, точнее, нам диван перед камином, это действительно, ну, это интересно. Это самоощущение, которое до этого мне действительно было незнакомо. Ну, и последняя причина, по которой я очень-очень много работаю, несмотря на то, что я считаю себя человеком достаточно ленивым. Кстати, очень многие меня спрашивают о секретах моего тайм-менеджмента, и, возможно, я могла бы выпустить несколько видео на эту тему. Но секрет моего тайм-менеджмента заключается в том, что никакого секрета нет. На самом деле, я делаю какие-то вещи, просто когда я могу их делать. Я много раз рассказывала, что я не выделяю время для уборки. Я, в общем-то, если могу, если у меня образовались 5 либо 10 минут, я уберу то, что я могу убрать за 5 или 10 минут. Точно так же с моим каналом. И если раньше я могла сесть перед телевизором, как я часто говорила, с чаечком, конечно же, с печенечкой, с одной. Много не надо для удовольствия, с одной печенькой, которая все никак не давала мне похудеть. То сейчас я выбираю компьютер, я выбираю монтаж. Соответственно, все свое свободное время, которое я могла бы проводить вот определенным образом. А я в начале видео, если не ошибаюсь, сказала, что я несколько приболела. И у меня была возможность посмотреть три фильма подряд, загрузить три фильма подряд через интернет, посмотреть их. У меня было такое ощущение, что я, в общем-то, свою голову замусорила вот прямо-таки на ближайшие три года этими тремя фильмами. Соответственно, я действительно сейчас выбираю смотреть то, что я сама снимаю, монтировать то, что я, точнее, создавать то, что я хочу создавать. И, в общем-то, по большому счету, ничто иное, чем свое свободное время. Я инвестирую в свое хобби, в свою любимую работу, которая к тому же приносит мне деньги. Ну что ж, мне кажется, более чем исчерпывающий ответ у меня получился на вопрос, почему же я так много работаю, так много монтирую, так много выпускаю контента. Увидимся, мои прекрасные сети, с вами очень скоро на моем канале. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.